Добрый вечер, добрый день или даже утро. Это подкаст «Ничего нового». Меня зовут Денис Усильков и этот выпуск подкаста очень-очень особенный во многом потому, что он записывается очень далеко от привычного места записи. Я нахожусь сейчас во Владивостоке. О месте, в котором мы записываем подкаст, мы поговорим вместе с моими собеседницами прекрасными, которых зовут Ксения, Светлана и Елена. Можно поздороваться и сказать что-нибудь в микрофон, чтобы вас слушатели услышали. Всем привет, это Ксения. Привет, это Светлана. Меня зовут Елена, добрый вечер. Я очень-очень рад. И я вот на данный момент провел потрясающих пять дней в вашем прекрасном городе. И, конечно, не скрою, немножечко устал из-за смены поясов, из-за постоянной ходьбы, из-за этого мороза, из-за этого ветра. Но я абсолютно не жалуюсь. Мне очень здорово. Очень много впечатлений, которые я буду, наверное, переваривать в ближайшие недели. И потом это еще выльется в какой-то, не знаю, аудиоэссей или еще один подкаст. И, возможно, я еще запишу после возвращения что-то интересное. Но мне сейчас интересно поговорить с вами здесь. Это как результат наших нескольких встреч. Очень хорошо, что здесь среди нас нету Ольги, хозяйки этого места, в котором мы находимся. Мы находимся в центре современной культуры. Вот так это правильно звучит. Хлебозавод. Итак, что вы можете рассказать вообще про это место? Потому что вы все-таки хоть и знакомы. Что это за место? Чем оно славится? Что оно для Владивостока? Если я сейчас начну врать, и потом Ольга это послушает и удалит меня из всех соцсетей, я вообще не удивлюсь. В общем, насколько я понимаю, это место открылось на бывшей, на месте бывшей пекарни или что-то вроде того. То есть когда-то там, давно-давно, в каком-нибудь там девятнадцатом или еще какая-нибудь цифра веке. Здесь была пекарня, и помещение, насколько я понимаю, принадлежит Влад Хлебу. Это, можно сказать, одна из основных компаний, которая печет у нас хлеб. Подольский хлеб самый вкусный, вы меня не перебудите никогда. И, в общем-то, однажды кто-то, кто-то, наверное, очень важный и наверняка богатый, открыл хлебозавод, как, собственно, такой маленький уголочек с современным искусством в упор на сайенс-арт, с упором на сайенс-арт. И, собственно, здесь уже вторая или третья выставка, я не помню, летом, например, я здесь даже вела немножечко летний детский лагерь. Мы тут тусовались, вот прямо здесь вот тусовались с детьми, было очень круто, мы развлекались. Я не педагог, и поэтому, конечно, и было интересно летом. На самом деле, меня так и позвали, потому что ты самая главная училка в городе. Мало только блог, что ли, вести про это дело. Вот и давай, у тебя есть книжка, ты училка, у тебя опыт, приходи, веди к нам, веди у нас группы детей. Мы тут вообще развлекались максимально, тоже отрывались по сайенс-арту. То есть, помимо того, что здесь выставка, здесь еще проходит очень много лекций, всяких мастер-классов, вот, например, прямо сейчас. И, собственно, такое очень уютное, укромное и классное место на самом деле. Вот для меня, для меня, когда я немножечко вообще освоился с этим местом, так как я хожу сюда каждый день, и я вижу экспозицию, правильно сказать экспозицию? Меня, Оля, не побьет за это слово. Когда я вижу экспозицию, у меня уже такой небольшой день с руками, потому что я постоянно вижу, особенно вот эти фильмы, которые крутятся. Сегодня вообще Оля сказала, что я на одном из них уснул, но я сказал, что я просто очень медленно моргал. Я хотел сказать, что вот для меня вот эта вся история Владивосток, современное искусство, какие-то прогрессивные штуки, очень-очень радует вообще, что это происходит. И сегодня я еще побывал на вернисаже, вот, где я посмотрел прекрасных людей, лежащих на полу, шубу на входе. Там даже на этой, как на любой нормальной выставке, там даже кормили. Там можно было скрутить шавуху, хоть и там не с горячим наполнителем, но все равно. Вот, и для меня очень-очень было круто узнать, что это здесь есть у вас. В нашем городе, к сожалению, именно вот такой современной штуки нету. В Минске есть попытка на такого рода пространство, да, но все-таки с большего это все-таки пространство для проведения каких-то, опять-таки, тоже мастер-классов, концертов, лекториев. И поэтому, ну, это вот постоянно действующий вот такой вот, такого центра, тем более такого хорошо оснащенного, с такими, с возможностью там покупки книжек. Вот такого сейчас нету. И я нахожусь на другой вообще части планеты и вижу потрясающих людей, молодых, красивых и делающих такое вот пространство. Мне очень-очень приятно дотронуться до этого. И я уверен, что вот такая поездка вообще мне очень западет в сердце. Скажите, вообще Владивосток в 2018 году, чем он вам запомнился? У нас тут как раз декабрь. Это такое время-время подведения небольших итогов. И вот мне было бы интересно услышать, потому что я не был здесь вообще никогда в жизни. И мне вот сейчас было бы интересно услышать, чем жил город именно вот последний год. Что было интересного? Что можно такого вспомнить, такого именно яркого? Можно негативное, можно позитивное, любое. У нас свободный подкаст, мы можем говорить о чем угодно. Мне кажется, что в этом году Владивосток запомнился всей стране своими выборами, а также своими массовыми фальсификациями и того, что мы не выбрали того губернатора, который должен был по логике некоторых людей быть им. И мы снова приближаемся к этим выборам. Ты как раз здесь находишься буквально в период, что мы в воскресенье выберем еще кого-то. Да, в это воскресенье, 16 декабря 2018 года, мы снова будем выбирать губернатора Приморского края. И им станет, им станет. И им станет. Внимание, внимание, внимание. Да? А потом ты вставишь имя губернатора. Нет, нет, нет. Давай вот по-любому подкаст выйдет после воскресенья. И вот сейчас мы запишем того, кто выиграет. Нет? И барабанная дробь. Хотелось бы, чтобы он, конечно, выиграл. Но он не участвует в выборах. Вообще было бы круто, если бы выиграл, конечно, Дмитрий Алексеев. Это глава компании ДНС. Это один из крупнейших ритейлеров, правильно я говорю? По России, которые продают технику. А он собирался? Нет, он не собирался, к сожалению. Но я бы за него голосовала, потому что он такой гражданский активист. Он вообще придумал приложение, которое позволит сделать выборы прозрачными и просчитать, действительно, ну, сличить все протоколы и соотнести их с результатами, которые будут потом опубликованы. Ясно. Этот человек, он прогрессивный, он находится здесь, он на свободе. Он, наверное, еще не сильно старый, раз он за такие прогрессивные штуки. Что же ему помешало участвовать в этой гонке? Он не хочет, и его попросили не участвовать. Я думаю, он пока даже про это не думал, но, возможно, задумается попозже. Ясно. Когда придет время. Ну, пока, я так понимаю, раз вы не хотите это озвучивать, то я-то могу это спокойно сказать, что пока вы ждете фигуру, которая, скорее всего, будет, как сказать правильно, нужна Кремлю здесь, да, и которая решит, что вот... Да, мы ждем Сергея Семеновича Собянина, потому что при нем очень Москва стала красивой. Ну, вам же... Хочется, чтобы Владивосток тоже преобразился. Ну, вам же перекопают ваши все сопки, тут все дороги. У вас тут третьим слоем плитку... Все так и происходит. Плитка лежит несколькими слоями, все перекапывают. Сейчас вырыли... давно уже вырыли практически все рельсы трамвайные. И, кажется, их снова хотят положить обратно. Класс. Я могу ошибаться. Я надеюсь, я ошибаюсь. Потому что, ну, все перекапывают постоянно, брусчатка постоянно отваливается, дороги постоянно в ямах. Каждый раз, когда я приезжаю в Хабаровск, не по собственной воле, ха-ха, шутка про войну Хабаровска и Владивостока, я приезжаю, и я хожу по ровному тротуару. Это я сейчас не про сопки. Я хожу по ровному тротуару, и я вижу дороги с ровным асфальтом. И знаете, хочется, чтобы Владивосток преобразился. Окей, окей. Мы же теперь столица Дальневосточного федерального округа. Кстати, сам подкаст записывается действительно в исторический момент. Я не шучу, это не для красивого, не для красного словца. Сегодня Владивосток стал столицей Приморского... Дальневосточного федерального округа. Дальневосточного федерального округа. Его масштабы и площадь просто настолько гигантские. И я засыпал в городе большом, классном, с историей огромной. Мне не спалось, я перечитывал разные версии истории Владивостока. И там все в порядке. У вас с этими всеми островами, территориями, которые входили в город. Вот я не знаю, зачем я во все это землеустройство влазил, но как бы с площади нормально. А вот проснулся я в городе уже, можно сказать, столичном. И в принципе сразу почувствовал. Честно, вот как-то вот сразу даже в автобусе едешь и чувствуешь, что люди уже едут столичные. Сразу проезд подорожал, да? С утра. В январе подорожает классическое повышение стоимости проезда январское. Сейчас стоит 23 рубля в автобусиках таких. Я так понимаю, что это такой гибрид между маршрутки, наверное, дороже стоит или дешевле? Или у вас просто нет маршруток? У нас нет маршруток, это просто все автобусы. Это просто все автобусы, да. Да, это штука интересная, потому что у нас есть одновременно с городским транспортом, у нас есть и маршрутки, которые стоят полтора, то есть в два раза дороже, чем… А вот мне кто-нибудь вообще может объяснить разницу между маршрутками, маршрутным такси, я правильно понимаю, и автобусами? Потому что даже микроавтобусы у нас, это тоже как бы автобусы стоят одинаково, и маршрут у них примерно такой же. Но на самом деле у нас есть маршрутки, которые идут за сад-город туда, и когда уже по километражу считается, они будут стоить дороже, чтобы за пределами города. Но это уже как бы загород. Вот, но у нас есть наряду с обычными рейсовыми автобусами маршрутки, обычно это небольшие микроавтобусы, и как бы их удобство считается в том, что ты там гарантированно сидишь. Ну, не всегда, когда час пик, люди все равно почему-то туда заваливаются и стоят. Там дороже ехать, и они чаще ходят, вот в чем фишка, да. Потому что автобусы ходят там раз, там, три раза в час, а маршрутка может проходить их больше, да. Ну, они дороже, все хотят зарабатывать, и это в основном частники. Ну, а здесь, например, трамвай сегодня стоил 16 рублей. Где ты вообще был на трамвай? На спортивной. Да, я проехал одну остановочку, у меня сегодня был первый Владивостокский трамвай, прекрасно проехались, он такой, что там все дробежало, там все так ехало. Женщина такая вообще неприветливая, я ее благодарил, говорю, спасибо вам за билет, она на меня так посмотрела, типа, блин, что? Ну, это действительно тебе очень повезло, потому что это единственная часть города, в которой еще остался трамвай, и, насколько я помню, недавно кто-то пытался тоже выкорчевать там рельсы. И продать. Но они там очень нужны, потому что там постоянные пробки на этом участке. Узкое место такое. Оно не то чтобы узкое, там просто четыре или три дороги сходятся, ну, то есть там очень много машин, очень большой поток, поэтому я тебя поздравляю, ты просто вообще жемчужину просто схватил. Да, я просто делал в том, что я очень люблю трамваи и считаю, что вообще современные города, вот там нужно не метро какое-то прокладывать, как вот в Минске собираются закапывать очередные там миллиарды долларов в там 4 километра метро, но у нас очень дорого метро прокладывается, нужно делать классные трамвайчики, делать альтернативу обычным автомобилям. У нас, я так понимаю, как мне рассказали, что вообще во Владивостоке есть вот такая тема, что практически у каждого, в каждой семье есть один, а то и два автомобиля, поэтому общественный транспорт сильно не развивается, ну, как бы, типа, зачем, да, потому что, ну, все и так. Да, я… Здесь вопрос, в чем причина, а в чем следствие. Ну, да, да, да. То есть, скорее всего, из-за того, что общественный транспорт не развивается, у людей необходимость есть иметь два автомобиля. Вот, и когда ты хочешь, например, попасть, я так понимаю, например, если ты работаешь на острове Русском, да, и тебе нужно это сделать когда-нибудь рано утром или уехать после работы, да, то, ну, это вообще очень тяжело сделать, поэтому твой выбор – это автомобиль. Ну, whatever, как говорится, да. А я хотела загадать желание Деду Морозу, потому что скоро Новый год, можно? Да, конечно, Дед Мороз, а… Уважаемые белорусы. Нет, нет, загадай желание не Деду Морозу, так как подкаст все-таки белорусский, загадай… Кому? Святому Миколаю. Я загадываю желание Святому Миколаю. Я очень хочу, чтобы до конца этого года, либо в начале следующего, к нам вернулся из мест заключения наш бывший мэр Игорь Сергеевич, кажется, Пушкарев. А зачем? Мне кажется, что он уже долго сидит, пора домой, к семье, детям. Ну, кстати, отличная традиция – миловать и отпускать людей из мест лишения перед Новым годом или сразу после. Ну, да, давайте пожелаем. Кстати, я очень активно следил осенью за тем, что у вас происходило, во многом благодаря, опять-таки, «Медузе» или телеканалу «Дождь». Поэтому я так очень отдаленно, я, конечно, не погружен в местную повестку, но я как бы в курсе, какой здесь был скандал и шорох. И что, в принципе, Дальний Восток очень сильно удивил как раз Москву и центр с тем, что здесь происходило. И это просто было такое, типа, вау, что так вот вообще, так бывает вообще в России, что обычно весь электоральный процесс проходит очень гладко и четко. Ну, даже вот у нас в Беларуси среди там кандидатов спойлеров каких-то, да, то есть никаких сюрпризов нету просто, ну, их просто, ну, нет никакого пространства для этого. И тут вот такие новости влазят. Итого, кроме политической повестки, что было еще интересного в 2018 году? У нас прошел большой праздник выпускников, который называется «Крылья Востока». Там большие деньги были потрачены на то, чтобы... В этом году, видимо, вслед за традицией в Санкт-Петербурге проводить «Алые паруса», у нас провели «Крылья Востока». А я как раз в прошедшем учебном году выпустила класс. Ты плакала? Немножечко, но плакали они, потому что я там такую речь задвинула. Ну, в общем, ладно, на следующий день после выпускного, когда, ну, вы понимаете, мы встречали рассвет с моим классом, они украли бутылку водки, несколько рюмок из ресторана. В общем, отлично встретили рассвет. На следующий день были «Крылья Востока», куда у нас были приглашены, вот прям пригласительные, не хухры-мухры, туда абы какой человек не мог пройти. Ну, видимо, для того, чтобы обезопасить, может быть, все это, потому что туда бы рванули. Кто там? Там же кто-то прям очень известный выступал. Я как бы... Лепс какой-нибудь. Не-не-не, среди детей. Кто-то... Мольбек? Кого-то привозили прям классного, я не помню, кого. Мольбек точно был. Вот этот артист Мольберт, да? Мольберт, да. Хорошо. В общем, мы с детьми там встретились, все дружные компании умирали от похмелья, поняли, что там скучно и ушли. Те, кто остался, говорили, что было достаточно красиво, потому что стемнело, вот эти вот все световые прибамбасы, по-моему, даже фейерверки были. Это все происходило рядом вот с морем. С морем, конечно же. Ну, тут как бы куда ни плюнь, везде все рядом с морем. То есть, в общем и целом, это красиво, здорово, но мне, как, допустим, классному руководителю одиннадцатого класса, непонятно зачем. И, собственно, одиннадцатиклассникам моим оно было, ну, как-то... А? А зачем? Еще сказали прийти к семи, мы пришли к семи, можно было прийти к одиннадцати. И как бы... Но было очень красиво. Было, бесспорно, было очень красиво. Хотя некоторые пацаны сказали, ну, знаете, вот чисто технически можно было сделать лучше. Я говорю, ребята, идите, учитесь в университет и сделайте лучше. Правильно. А вот интересный вопрос в связи с выпускными. Какова у них... Какая у вас вообще технология проведения? Потому что у нас, например, на дни последних звонков и выпускных... На дне? Да. Ну, вот эти два дня... Эти два дня у нас... Учебный год заканчивается тридцать первого и мая, да, последний звонок. А выпускные обычно проходят очень быстро, где-то числа 10-11 июня. Вот. И детям сломали... Вот у меня еще было нормально, когда была самая короткая ночь, да, и самый длинный день. Как бы в этом-то смысл весь был. Это когда? Ну, 24 июня. Да, да, да. Ну, вот у нас это так, да, и у нас это раньше так было. А сейчас детям испортили вот этот праздник. Ну, как бы ночь все равно короткая, но вот. И на эти дни у нас запрещают продажу алкоголя. И дети, по сути, проводят свои выпускные в такой заперти, да. Потому что они зашли вот там в 8 часов, и они вышли оттуда там в 3 часа ночи, типа забрали их родителей, или там они на такси проконтролировали их уход. Они не могут никуда не выйти, ни там не побухать, ни покуролесить. Ну, в эпоху моего выпуска все было намного лайтовее. Было просто прекрасный разврат кутеж и вообще было, ну, просто мега. Я заканчивал такой очень классный лицей. Он был такой, в таком здании, очень похожем немного на замок, на Хогвартс. Такой, ну, то есть там такой очень построенный в конце 19 века, там было, боюсь сейчас не вспомнить правильно, там было училище для благородных девиц. Там готовили жен для будущих офицеров, чиновников. Вот, а как у вас проходит это все? Собственно, все очень похоже на то, что ты описал, но немножечко по-другому. Сначала последний звонок. Последний звонок проходит в конце мая. Если раньше последний звонок по всей стране проходил в один день, 25 мая, то сейчас, ну, он куда-то съезжает туда-сюда, и чаще всего он съезжает куда-нибудь к 20-му, нежели к 30-му. И учебный год, ну, то есть 25-го уже никто не учится, потому что зачем? Меня это немножечко расстраивает, потому что мне же хочется научить. Ну, да ладно. Потом наступает пора ЕГЭ, потом ты сдаешь целый месяц, что ли. Ну, короче говоря, ходишь, сдаешь экзамены, трясешься, боишься, умираешь и страдаешь. А потом, собственно, после того, как сданы все ЕГЭ, где-нибудь в конце июня проходит выпускной. Выпускной вечер обычно... Как интересно, слушай. Выпускной вечер проходит по-разному. Зависит все от школ, от классов, от родителей и так далее. Иногда дети веселятся сами, иногда с родителями. Я могу рассказать про свой, который мы отгуляли. Отдельно сидели родители с несколькими учителями, отдельно сидели дети, танцпол, ведущий. Вот это все великолепие. И у детей был алкоголь, и у нас был алкоголь, и как бы дети спокойно... Им 18. 11 класс заканчивает в 18 лет. У них уже водительские права, огромные бороды, и как бы все нормально. И, в общем-то, они спокойно себе там прибухивают. Все у них хорошо. И понасмотрелась я, конечно, на пьяных детишек. Было очень весело вот это вот смотреть на маленькие, неокрепшие, неопытные умы. В общем, да, потом, собственно, чаще всего все ходят смотреть рассвет, но есть такой момент. В июне во Владивостоке сезон туманов, но все все равно идут встречать рассвет. У меня до сих пор в Инстаграме в актуальном есть отдельная сохраненочка со сториз, с выпускного. И там вот последний, просто туман, белое, все, ничего не видно. Ну, рассвет, встретили, хорошо. Нет, ничего, его не видно. В 2007 году я заканчивала школу, было то же самое. Каждый год одно и то же. Я пыталась родительскому комитету объяснить, что зачем вы будете детей держать до утра, если рассвет все равно не увидят. Они стукнули кулаком по столу и сказали, «Ксения Андреевна, вы что? Как это? Обязательно нужно встречать рассвет. Это такая традиция». Ну, дожили, конечно же, не все, но нормально. Я встречал рассвет дважды после своего лицея и после университета. И я делал это так немножечко грустненько. Я как-то там все очень быстро понапивались, а я просто даже не смогли дождаться. И вообще, когда я в университетский уже был, выпускной, я даже вообще один сидел с маленькой бутылочкой, не помню чего. Было очень холодно, предрассветный вот этот ветер, но вылезло солнце. И оно у нас как раз в том месте, где мы встречаем рассвет, оно встает как бы над дорогой такой, и прям вот вид просто на 10 баллов. У нас 10-бальная система, поэтому я могу сказать, что у нас на 10 баллов. Нормально. Я сейчас работаю в школе, в которой 7 баллов, но иногда за некоторые работы можно поставить 8. Я тебе хочу сказать, что Владивостокские закаты — это 8 из 8. Потому что это все садится в море, все заливается ярко-розовым, потом ярко-красным, все это переливается в какой-то невероятный синий. Ну, с рассветами так. В августе рассветы уже можно встречать, все хорошо. Это тут небольшой спойлер. Я очень хочу вернуться во Владивосток в ту пору, когда не будет обгорать лицо от этого холодного ветра, когда не будут течь слезы от счастья и от внезапных этих порывов. Ну, просто я очень хочу это сделать. Не знаю, получится ли в следующем году, но обязательно у меня уже галочка такая есть, ее нужно закрывать, это очень-очень правильно. Очень сложно попасть в эти два дня. Ну, я планирую приехать, я хочу приехать минимум на пару недель. для того, чтобы реально полазить везде, походить, потому что даже вот мои там в итоге получается шесть дней, они получаются очень такие скомканные, и из-за мороза очень некомфортно вообще находиться на улице. Я хотела рассказать лайфхак про Владивосток. Если вы сюда хотите приехать, то вы должны сначала, первое, посчитать свои финансы. Вы считаете свои финансы и понимаете, что поездка в Владивосток стоит немного дороже, чем если бы вы поехали в Европу или даже в Нью-Йорк. Но если вы не сдаетесь и прилетаете все-таки во Владивосток, то у нас начинается здесь Транссибирская магистраль. Если вам интересно увидеть всю Россию и проехать ее на поезде, то вы можете здесь сесть и поехать уже на поезде Владивосток-Москва до столицы нашей Родины. И, кстати, возможно, да, возможно, можно дешево прилететь. В принципе, по нашим меркам, простите, даже билеты из Москвы, вот я смотрел туда-обратно, он сопоставим, ну не знаю, как слетать в Барселону, например. То есть это такое расстояние абсолютно несопоставимое, согласитесь, и время. Вот поэтому в моей парадигме он не такой дорогой, каким мог бы быть. Потому что в тот же Нью-Йорк слетать стоит почти в два раза дороже у нас. Он бывает разный. Стоимость билета варьируется от 12 до 30 и выше тысяч рублей. Сами переводите, пожалуйста. Я филолог, я не хочу ничего переводить. И если за 12 слетать в Москву из Владивостока, я, допустим, могу себе иногда позволить, если сильно надо, и очень что-то важное, то, ну простите, 30? Ну да, конечно. Ну нет, вот прям совсем нет. Вот 12 слет, а туда-обратно? Туда-обратно. Иногда бывают всякие акционные, всякие разные, можно, можно найти. Но иногда 12 тысяч и билет из Владивостока в Хабаровск стоит. Поэтому до Владивостока не доезжают классные концерты частенько. Поэтому до Владивостока не доезжают классные люди частенько. Просто там какие-нибудь классные люди. Спасибо, что приехал, кстати. Спасибо вам. Это очень здорово. Потому что увидеть Владивосток, это, я считаю, что-то такое... Ну мы... Я, конечно, понимаю, что сейчас начнут спорить, но я считаю, мы на краю земли. У меня... Вот ты, например, ходил на маяк. Я видела у тебя в Инстаграме или в Твиттере фотографию маяка, и я забыла тебе рассказать классную романтическую историю. Мой отец моряк. Как у многих в Владивостоке. Когда-то. У тебя тоже? Нет, ладно, у тебя? Нет, черт. Мой отец моряк. Он всю жизнь ходил в море и до сих пор ходит. И он рассказывал мне недавно, что даже со всеми гаджетами, которые стоят на судне и так далее, все равно, когда ты видишь этот маяк, ты понимаешь, все, вот теперь дома. Ты видишь на радарах давным-давно, что ты уже рядом. Но вот когда ты его видишь, все. Ощущение того, что ты сейчас будешь дома. Это очень так тепло, романтично, и мне всегда очень нравилась эта история. И когда я привожу каких-нибудь туристов или там просто гостей города на маяк, я всегда эту историю рассказываю. Я говорю, ну посмотрите, это же прям край земли, дальше океан, все. Острова, океан. Ты триггернула мне очень больную мою тему, потому что... В Могилеве нет моря. Но подождите, фишка-то в том, что я побывал на этом маяке, и мне очень понравилось. Это просто одно из самых, наверное, ярких впечатлений за последние несколько лет. То, что я испытал там, это просто что-то невероятное. Я не знаю причину. Может, из-за того, что я не очень искушенный путешественник. Может, мало чего видел. Может, я просто такой простофиле, и меня очень легко раскрутить на чувства какие-то. Но в целом это офигенное и потрясающее место. И уж тоже простите, но у меня стояла такая галочка последние, наверное, лет 10. Я очень хотел побывать в этом регионе, потому что для меня... Я понимал, что здесь живут люди, они там едят еду, ходят в бары. Нет-нет-нет, здесь по улицам ходят тигры. Не обманывай, пожалуйста, слушателей. Тигры настоящие. Ездят на машинах. Знаю, что много праворульных машин. Вот это все, там, порт. Знаю, что много военных, что тоже есть там какие-то китайцы. Там тут все, пятое, десятое. Но просто вот увидеть и понять это, побывав здесь, для меня было очень важно. Это была такая галочка. И когда мне Оля меня пригласила и сказал, слушай, приезжай к нам. Я такой, я думал, наверное, ну, секунды три, наверное. Потому что это, ну, конечно, конечно. Потому что такие поездки, они остаются потом на всю жизнь очень ярким воспоминанием. И одним... И очень хорошо, что мы пишем сейчас этот подкаст и об этом говорим. Потому что этот файл, попадая в интернет, он остается там навсегда. И всегда можно будет к этому вернуться. Дай бог, мы сможем слышать и слушать через много-много лет. В общем, очень лирическую тему мы затронули. На самом деле, по поводу того, что тебя покорил не очень-то выдающийся маяк. Он просто красивый, обычный, хорошенький маячок. Когда, я чуть не сказала, если, когда ты прилетишь сюда летом, мы повезем тебя по островам, у тебя башню сорвет. Здесь такие места. Я вот сейчас не буду ничего рассказывать. Просто, как бы, я тебе потом покажу фотографии. Значит, вот за этим вот мы... Когда мы вот поедем по островам, кроется, что давай, Дэнчик, надо зарабатывать много денег. Две недели тебе не хватит. Не хватит? Нет. Но на островах что тебе нужно? Пара банок тушенки и палатка. Да. Бери месяц. Хорошо, хорошо. Я хотел спросить вас о людях, которые здесь живут. Потому что даже то небольшое количество людей, кого я услышал и с кем успел поговорить за это время, я понял, что я их еще как бы не до конца понял. Если можно коротко, скажите, вот владивостокцы, как правильно сказать, владивостокчане, они кто? Какая их основная черта? Они, не знаю, вот они такие ворчливые, как Оля, или они любят поругаться, или они... Мне кажется, из-за того, что довольно суровая вообще история окружает город, да, и не всегда можно было проявлять какие-то эмоции, то вот к людям вот так вот с улицы, так как я такой простой веселый парень, ну, понятно, что не каждый меня куда-то пускает, да, сразу, но вот когда ты разговариваешь, когда ты уже вот так как-то пробиваешь эту стену, то ты видишь, что потрясающе милых, интересных и интеллигентных людей. Так все-таки, владивостокчане, кто они? Владивостокцы. Владивостокцы. Все-таки, да? Ну, кажется, да. Ну, мне кажется, владивостокцы такие же разные, как люди в любой части мира, света, страны нашей. Одна из общих черт, которая нас объединяет, мы все очень быстро говорим, как говорит мой преподаватель, мы идем в сопку и быстренько-быстренько разговариваем, чтобы согреться. А если говорить о каких-то характеристиках, ну, я думаю, в Владивостоке очень много таких людей легких, на подъем, авантюрных, зажигательных, нас очень легко подбить на какие-то такие мероприятия, как сегодняшняя. И вот возвращаясь к войне с Хабаровском, да, то есть шуточная война с Хабаровском, простите, Хабаровск, то, что мы забрали статус. И если говорить вот про какую-то такую тусовочную жизнь, то, конечно, здесь постоянно что-то происходит, постоянно какие-то мероприятия, люди очень активные, организуются, и вот организуются такие пространства, как то, в котором мы сегодня находимся, и я думаю, что это замечательно. У нас, знаете, у нас есть магазин, как бы в основном женских товаров, да, женской одежды, женской там обуви, он называется «Могилевчанка». Есть ли у вас магазин «Владивостокчанка»? Это бизнес-идея. Точно. Я бы не ходила в такой магазин. Нет, ну у нас… Провальная бизнес-идея. Я бы ходила в магазин «Кореянка», например, «Китаянка», «Японка». «Уссурика». «Уссурика»? «Японка» — это машина. Да. У меня всегда есть что сказать, потому что по правилам идеального урока учитель должен говорить только 20% урока, а 80% должны говорить ученики. Мне хочется болтать. По поводу скорости речи, да, я общалась с филологами русского языка, потому что я филолог, но не русского. Они говорят, что это просто норма речи. Здесь действительно вот такая вот особенность. И даже мне объясняли, почему, но я не помню. То есть это прямо научно зафиксированный факт. На Дальнем Востоке быстро разговаривают. Слушай, я говорю медленно, но вот меня сразу можно услышать, что я не местный? Нет. Нет? Нет. Ну, то есть… Здесь, ну, не забывай, что здесь еще все-таки много… Много людей. Много поезджих и все разные. Например, Валентин говорит так, что я иногда его вообще не понимаю. Я знаю, вот лет 15. Да, вот он иногда начнет вот пришить, пришить, вот что-то такое. А по поводу людей есть мнение, что в Владивостоке все барыги. Все-таки портовый город. Ну, не барыги в смысле. Короче, все… Могут все найти. Могут все найти. Торгаши. Торгаши, спасибо. Нормативное слово. Торгаши. Потому что портовый город, и вот это как-то вот… Вот эта история города, она вклинилась в менталитет, что ли. И вот это вот… Ой, а ты знаешь кого-то, у кого есть что там купить? Там, допустим, мне нужна запчасть или мне нужна бытовая техника. То есть вот это вот всегда в нас есть. Я это ловлю даже на себе, потому что если мне что-то надо найти, я сначала спрошу в нескольких чатах, а потом уже полезу на сайт с объявлениями. Почему так происходит, я не знаю. Вообще довольно быстро можно найти что-нибудь китайское, японское? Даже искать не надо. Ты выходишь, ты знаешь, куда идти. Обычно. Ну, обычно так. То есть, допустим, там, корейская бытовая химия или китайская еда, допустим. Я бы даже спросила, как быстро можно найти что-то русское. Прекрасно. А еще для Владивостока характерное слово, очень простое, существительное – это контрабанда. Это город, который строится, просто здесь все можно практически привезти из Японии нелегально. И когда мы записываем этот подкаст, надеюсь, товарищ майор его не будет слушать. Но даже доходит до того, что у нас в центре города работает гостиница официально, которая вообще по всем законам юридическим не должна работать, потому что здание опечатано, и там вообще, в принципе, никто не должен жить. К вопросу о контрабанде. У нас есть замечательный бар контрабанда. Я там был, я там был. Я там даже успел пиво попить. И очень такой... Там, конечно, не было никакой культурной программы, но чувствовалось, что у этого места есть какой-то именно дух. Не душок, не там, не вот какая-то... Рассказывали разные истории про это место, но все равно интересно было побывать. Я вот себе галочку поставил. Я побывал уже в четырех местах. Нет, в каких четырех? Я побывал даже больше. Я побывал в Даб, называется. Там очень вкусный бургер. Мне очень понравилось. Там неплохое пиво. Потом побывал в вот этой сегодня буфете китайском. Ханшан там... Ханшан, кажется. Да-да-да-да. Я не могу просто запоминать азиатские названия. Потом я побывал... Называй правильно. Это была Чифанька. Как? Чифанька? Чифанька. Это еще одна типичная характеристика водивостокцев. Кушать по-водивостокски будет чифанить. Чифанька. Ну, это под китайского. Чи, это кушать и фанитая еда, соответственно. О, класс. Кушать еду. Кушаец-то он заниматься. Вот. Потом я побывал в прекрасном и очень таком... Там настолько милые ребята Холли Хоп. Они просто настолько... Мне казалось, что они там чуть ли меня не начнут на руках носить, потому что они такие вот были прекрасные. И там очень вкусно. Беларус, Беларус. Сейчас мы беларусы напоим лучшим пивом. Не из Владивостока, но из Владивостока, возможно, тоже. Не, меня напоили... Какая-то была ракетная прачачка называлась. Очень приятная. Потом еще был в прекрасном баре... Это уже получается уже пятый Муншайн. Нет, ну... Значит, даб. Даб. Контрабанда. Парфилолог считает, сколько баров. У меня любимый парфилолог. Холли Хоп. Чифанька. Чифанька. И пятое – это Муншайн. Мне очень понравилось. Такое... Такое... Чувствуется, что это бар. Он не стерильный. Он такой вот... Там вот прям поцарапанная уже нормальная столы. Там вот есть. Вот это чувствуется, что... Там тоже прекрасно ребята работают. Меня там очень вкусненько напоили вкусным коктейлем. Угостили орешками. Тоже какими-то с прекрасными специями. И шестое место – это была кофейня. Кофе... Кофема. Кофема. Боже, когда я запомнил. Тоже потрясающее. Потрясающе вкусный кофе. И очень вкусные круассаны. Я просто вот второй раз сегодня туда зашел. Взял два круассана и взял какую-то просто холестериновую, не знаю, сахарную бомбу с карамелью. Ну, там маленькая такая штучка, но ты ее ешь и прямо открывается у тебя все в душе. Кофема – это вообще замечательное место, потому что, во-первых, тебе там всегда рады. Во-вторых, это лучший кофе в городе. Как бы меня не пытались переубедить кто угодно. Лучший кофе в городе. И у них, более того, они начались в Хабаровске, но они сейчас существуют в Хабаровске, Владивостоке, Москве, еще где-то. И у них прямо несколько точек по России. По-моему, даже были точки в Китае. Сейчас я не уверена, я могу обманывать. Это так тяжело вести такой бизнес на таком огромном расстоянии и так следить за качеством. Я не представляю, что они делают. Они участвуют в разных конкурсах. Они сами организовывают разные кофейные фестивали. Каждое лето они второе лето подряд уже делали. Они большие молодцы. Они, конечно, без ума вообще от кофе. А по поводу Моншайна, ты когда сказал, что нестерильно поцарапанные столики, вообще-то Моншайн себя позиционирует как такой лакшери-барчик с авторскими коктейлями. Это был первый бар в городе, который открылся в таком формате. Ну, хотя был Рокс когда-то с авторскими коктейлями. Но, знаете, замешать ром с колой — это не авторский коктейль, окей? Там супер хороший, суперкрутой алкоголь, суперподобранные ингредиенты, подача. Вот это там с какой-нибудь веточкой аниса или там еще чего-нибудь в стакане. Вот Моншайн были первые, и открылось после этого как минимум одно такое заведение. Ну, про Моншайн что интересно, они год стояли практически без клиентов, потому что Владивосток не привык к коктейльным барам. И вот они год продержались для того, чтобы сейчас там был совершенно биток постоянно. Там всегда аншлаг, даже в какой-нибудь будний день зайти и просто сесть за свободный стол. Я был вчера, и там было свободно, но мне было, наверное, рано. Я был там в районе девяти. Ну да, рановато. Да, но мне очень понравилось, было здорово, недешево, но приятно. Да, они поэтому, они потому что высчитывают свою аудиторию, да. Они стоимость коктейля высчитывают исходя из ингредиентов, а ингредиенты там классные, высокого уровня, поэтому, собственно... Все было вкусно, мне очень понравилось. И вообще, не знаю, опять-таки, и не в обиду, и не там слишком вознося Владивосток, я могу сказать, что во всех местах, где вот я был, вот серьезно, даже в обычном кофепоинте в супермаркете, где пахло я немного бомжами, ну, уровень сервиса, да, и уровень вкуса очень хороший. То есть, ну, вот реально, не то, что я там ожидал чего-то такого очень плохого. Вообще, я вот последние несколько лет, всегда, когда куда-то езжу, я стараюсь максимально выключить ожидания и ехать вот стерильным, да, ехать вот просто впитывать вот это все. Я когда шатающейся походкой сошел с самолета, и когда посмотрел, что 11 утра, а меня разбудили в 2 часа по-нашему, и я просто так немного офигел, и я просто вот прямо вот с этого момента понял, что все, я все ожидания отбрасываю и просто начинаю тащиться от того, что происходит. И действительно, это было очень-очень круто. И еще сегодня я хочу куда-нибудь зайти вот перед завтрашним моим выступлением со студентами, перед студентами что-то употребить немножечко, и потом пойти готовиться. Хотела сказать еще про одну особенность Владивостока, возможно, которую ты еще не протестировал. Это такое явление, как пит-стопы. Пит-стопы, да, потрясающая штука. Я про них очень много читал, и я вижу, сколько машин там обычно стоит в разное время. И вот это, да, расскажи вот этот феномен. В чем там? Это прям культурное явление, которое возникло просто потому, что каждый житель Владивостока на машине куда-то едет и хочет поесть, не выходя на ветер, и чтобы все было быстро и там вкусно. Поэтому у нас появились пит-стопы друг за другом, потом больше, 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 больше. И самый классный пит-стоп городской, который все любят, это кофемашина. И если будет возможность у тебя побывать и попробовать до отъезда, то обязательно это сделай. Эта сеть называется кофемашина? Эта сеть называется кофемашина, но они еще придумали очень... Слово важное. Это завертон. Ну, то есть такого слова раньше не было. Завертон – это значит... У нас есть слово завертон. А в каком году оно у вас появилось? Это белорусское слово завертон. Это в языке оно давно существует. И это что-то... Это такая недошавуха, да? Это такое вот закрученное в лаваш что-то там мясное, овощное там или рыбное, или там что-то, что может быть. У нас это называют завертон. И у нас это появилось, получается, в шестнадцатом году. Ну, у вас, наверное, раньше, да? Я верю, что у нас появилось это раньше, и кофемашина была первым, кто придумал это слово. Вот поэтому это прям отдельное явление, которое характеризует Владивосток. Это прям вот питстоп, надо попробовать этот самый завертон. Мне нравится, и мне кажется, что вообще вся тема с питстопами – это вот такая чисто утилитарная вообще история. Потому что, если учесть, насколько вытянут город, насколько есть разные по сложности трассы, дороги, которые в разное время года по-разному себя ведут, и как бывает, когда ты едешь, наверное, из одной точки Владивостока в другую, тебе просто банально хочется сходить в туалет, выпить кофе, отдохнуть немножко, да, от этих всех пробок, сделать реальный питстоп, как в Формуле-1, да? И это вот абсолютно такая утилитарная штука, которая, ну, реально я этого нигде не видел. Есть что-то отдаленно похожее в Армении, у них есть такой придорожный сервис, очень небольшой, такой на трассах рядом с заправками, но это заправки. А это абсолютно такая история, связанная просто с тем, что хочется перекусить по-быстрому, и это, в принципе, довольно, ну, стоит нормальных денег, да, это не… Потому что обычно придорожный сервис, он такой дороговатый. Давайте не будем забывать о нелогичности Владивостока, моей любимой нелогичности, о соотношении зарплат и цен. Да. Аренда помещений стоит непомерных денег, и мне кажется, я могу ошибаться, рядом со мной сидит специалист в экономике, нет? Нет, рядом со мной сидит? Не сидит, потом вот эта вот ручка, что-то пошло, может быть. В общем, ладно, если я не права, поправьте меня. Мне представляется, что снять и поставить вот такой ларек придорожный намного дешевле, чем снять полноценное помещение в, допустим, центре или где-нибудь рядом с даже автобусной остановкой. Это быстрее, это дешевле, там все еще вкусно. Кстати, лайфхак, в кофемашин можно заранее заказать еду и подъехать уже к готовой, потому что, да, там очередь из машин. Офигеть. Мне просто кажется, это проще, чем открыть полноценное кафе. Какая самая популярная еда, какой фастфуд самый популярный в Владивостоке? Сырчава. Мне кажется, все очень очевидно, шаверма. Да. И? Пинцешка. Я просто не люблю пинцем, поэтому я не истинный Владивостокчанка. Если вы не попробуете пинцем, а вас не выпустим из этого города. Случит как угроза, ведь придется завтра попробовать. Я думаю, что это такой какой-то пирожок небольшой. Паровой пирожок с капустой, мясом рубленный капуста и любовью, так же, как практически в шаверме. Бум шаверменный сколько десятилетий назад здесь прошел? Или такого? Мы еще не настолько стары, что вы знаете стоки этого бума. Нет. Последние два года очень активно, это прям востребовано было. Когда они начали появляться в центре, их очень много, и они разрослись. А потом сейчас спад есть небольшой, потому что ларьки вынесли из центра. Но самое классное, хотя вот, возможно, со мной вы не согласитесь, это золотой буртуч на Василковой. Ну, то есть золотой буртуч, буртуч это как шаверма, но с картошкой. И с другим мясом. Ну, вот в мое сердце... Прозвучало слово «картошка»? Вообще, последние пять дней я окружен небывалой волной шуток про картофель, Беларусь. Ты должен быть счастлив, что ты окружен шутками про картошку, а не теми шутками, которыми окружена я. Кубинец! Практически! Не будем выдавать секретов. И помимо того, что есть пинце, наполненное любовью, которое нужно пить с Милкисом, наполненным любовью, Милкис точно так же можно комбинировать с капитанским ромом. Милкис — это, да, это белая молочная газировка корейская, а капитанская... Молочная газировка. Я просто акцентирую ваше внимание. Если ты попробовал Милкис... Ты попробовал Милкис? В ушах нет, еще нет. Меня опять не выпустят. Ну, у меня есть еще завтра целый день, я это сделаю, обещаю. И капитанский ром. Это не ром, чтобы вы понимали, это настойка на травах. Ром пробовал, хорошо. Ром пробовал, но не так. Ром капитанский нужно мешать с Милкисом. Тогда это как будто ангелы спустились с небес и просто расцеловали тебе все лицо. Денис, не верьте. Верьте, у меня опыт. Так вот, у нас есть целое производство уссурийский бальзам. На самом деле, производство напитки уссурийского бальзама можно купить и в Москве, и наверняка где-нибудь еще. Но капитанский ром и Милкис, ты не сможешь уехать из Владивостока, пока не попробуешь это. Физически просто. Я услышал. Персонально ваши, какие ожидания связаны с городом, с регионом от Нового года? Что вы по-любому уже строили какие-то планы? Я надеюсь, что в этом году елка не упадет. Это еще одна типичная черта Владивостока. Она падает из-за ветра? Она просто падает. Это такая традиция под Новый год. 29 декабря елка ходит. В Могилеве в 2013 году елка просто тупо загорелась наверху, прямо там, где звезда. У нас еще елки ставятся. У вас тоже со звездами ставят? С красной звездой? С такой советской пятиконечной? В прошлом году в Южно-Сахалинске, по-моему, елка очень так активно горела. Светлана, а твое ожидание какое от приближающегося года? Ну, ты говоришь про мое ожидание от Владивостока или от года? От года, от года. Я очень хочу в этом году попутешествовать по тем самым островам, которые говорила Ксения. У меня как-то так каждый год получается, что мы едем куда-то далеко. Мы последние два года ездили в Японию. А вот родной край мы так и не узнали. И на самом деле, да, это просто великолепные места. Мы когда в этом году были в Японии на острове, я поняла, что у нас все тоже прекрасно, великолепно и интересно. И когда ты вот стоишь на краю, там, вот у нас есть мыс Табизина, это все умывается волнами, шум ветра, там, океан вдалеке, чайки. Ты просто понимаешь, что вот она жизнь, вот он кайф. И просто ради этого стоит терпеть холод, мороз и ветер, оставшиеся часть года. Ну, на самом деле, про страну ты сказала, и мы тут немножко говорили про Транссибирскую магистраль. Мы в 2016 году, зимой, в январе, предприняли такую сумасшедшую авантюру. И мы тоже проехали Россию по Транссибирской магистрали. Ну, собственно говоря, мы начали с Москвы. И там то ли пять, то ли семь городов у нас было включено в маршрут. Я очень многое слышала от своих друзей и коллег относительно того, что вы сошли с ума. Январь, Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург. А как вы питались во время? Как мы только не питались. Ну, на самом деле, я рекомендую, если кто-то захочет воспользоваться маршрутом Транссибирской магистрали, мы поступили следующим образом. То есть мы покупали билеты участками и в городах останавливались на два-три дня для того, чтобы действительно посмотреть страну. Ну, конечно, какой смысл в паровозе просто сидеть и смотреть в окно? Но так можно, не знаю, открыть на Ютубе. Я думаю, есть 24 часа ускоренного переезда. Ну, то есть такой же смысл там. Да, да. Очень-очень вот это здоровский лайфхак. Спасибо. Да, ну, и я хочу сказать, что у нас тоже настолько великолепная страна, и Татарстан, это, наверное, одно из любимейших мест сейчас, Казахстан, ой, не Казахстан, Казань. Казань, то есть Казань очень красивый город, и, кстати, мы там питались столовой, в которой котлеты стоили 15 рублей. Прижай. Да. Ну, а относительно питания, я думаю, что шаурма спасет мир. Спасибо, Светлана, Елена. Итак, что будет, чего ждешь ты в новом году? В прошлой жизни, я думаю, что я была белорусом, поэтому я хочу увидеть Минск в 2019 году. И что ж, я приглашаю тебя, чем смогу, тем помогу, лайфхаками, у меня большой опыт хостельной жизни. Я два с половиной месяца жил по минским хостелам, это был мой такой небольшой эксперимент. Я специально не снимал квартиру, и очень-очень много чего успел протестировать, и вот в плане городской жизни, хоть я не минчанин, но я могу тебе помочь и рассказать, и подсказать. Дорогие друзья, вы слушали подкаст «Ничего нового». Этот выпуск был необычным, он из Владивостока. Со мной были прекрасные мои собеседницы Ксения, Светлана и Елена. Большое спасибо, что слушали нас. Обязательно услышимся снова, и это было здорово. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова